Добрый вечер на нашем телеканале «Время новостей» и я, Евгений Нефанов. Смотрите сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это очень четкий, спланированный менеджмент. Чем гордится мэр Омска? И еще обзор соцсетей, выборы ректора и новости спорта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, сегодня в городе появилась безымянная, ей еще только предстоит дать название, и в то же время популярная дорога у ряда водителей. Она помогает быстро доехать в Амур из нефтяников и наоборот, и таит большие опасности. И все же, это не сказка, а быль в нашем репортаже оттуда. Стена живописных берез будто охраняет романтичную дорогу. Куда ни глянь, и деревья, и небо отражаются. Такие лужи скрывают и маленькие ямы, и большие провалы. В настоящее болото угодил Андрей. Я здесь вообще каждый день езжу. Товар вожу. Вы сегодня разворачивались? Да, я пытался развернуться, потому что там сказали, что что-то сломался переезд, что ли. Я пытался развернуться, и вот, вот так. Сейчас, ребят, буду просить, пробовать помощь. На подмогу прибывает тяжелая техника. Лишь ей под силу вытянуть авто. А оно увязло аж на три четверти колеса. И такие случаи тут не редкость. На этом участке дороги машины пробираются как по минному полю, потому что метр влево, метр вправо, и авто может угодить вот в такую вот засаду. Буквально вчера здесь провалилась бетономешалка, а сегодня грузовая газель. На встречной полосе таксист Роман наблюдает за происходящим. Говорим о популярности этой дороги. Эта дорога, она как-то экономит время? Время экономит, да, много. Оно качество пути, как вам? Вы же видите сами, что творится. И вот женщина, ей надо в больницу. Я решил сократить, и видите, как сократил. Вот так вот. Что же это за дорога, что так манит водителей и пассажирских, и грузовых авто? Это прямой путь для тех, кто направляется по маршруту нефтяники Амур. В альтернативном случае, по улицам Северным, Герцена, придется проезжать множество перекрестков со светофорами. Тут же можно потерять 5-7 минут на переезде, но вся поездка по северной части города займет от силы 15-20 минут. Алексей уже много лет ездит по этой дороге. А где тут дорога? Где дороги? Тут по полю ездят все. Но вы же ездите по полю. По полю? Потому что это не дорога, я не знаю, как у вас язык поворачивается, назвать это дорогой. Ну это нужное направление, да? Мне да, я по 4 раза в день здесь проезжаю. По работе, да? Смех сквозь слезы. Вот это броуновское движение. Водители пытаются объехать самые крупные ямы. Трасса полна препятствий как для легковых, так и для грузовых авто. Глубина выбоин такова, что в них скрывается и наш микрофон, и даже телекамера. Так почему же власти города о ней забыли? Ответ на финиш этого пути. Знак конец населенного пункта. То есть это не городская дорога. А ведь рядом поселок Большие Поля, куда на этой неделе ремонтируют дорогу с Пушкинского тракта. Депутат Дмитрий Лицкевич, выбранный жителями нефтяников, о проблеме знает. В поселок Большие Поля относятся к городу Омску. А дорога, которая протяженностью от Красноярского тракта и до поселка, длиной 5,6 километра, она принадлежала Омской области. Ну, по факту она была там практически бесхозная. Не чистилась, не проводился ремонт дорожного покрытия. Сегодня депутаты Горсовета включили эту дорогу в перечень дорог Омска. И уже до конца сезона там проведут аварийно-восстановительный ремонт. А в 2020 году – капитальный. История Андрея тоже завершается. С еще вчера бесхозной, а сегодня уже городской дороги. На окраине Омска Евгений Неванов и Юрий Дорошенко. Антенна 7. Более одного миллиона обращений поступило на прямую линию с Владимиром Путиным. Она состоится 20 июня, начало в полдень. По московскому времени задать вопрос президенту можно разными способами. В этом году многие используют формат видеозвонка. Отправить свое видео можно в приложении «Москва Путину». Активно используют интернет-сайт и социальные сети. Но большинство вопросов традиционно сдают по телефону. Также можно отправить смс и ммс. Ну а какой вопрос задали бы президенту вы? Об этом мы спросили о мечей на улице города. По поводу социальной политики, которая у нас в Омске в регионе проводится. А что конкретно? Ну, по поводу строительства жилья для сирот, для малоимущих. Наверное, вот этот вопрос. Беспредел в здравоохранении. Здравоохранение? Что конкретно? Не до финансирование. Там мысль. Очень прямо раздражает мусор. Везде, особенно в жилых микрорайонах. Я живу на левом берегу. И у нас с этим очень большие проблемы. Наверное, больше всего с этим. Ну и с дорогами, конечно. Мусор что, не выводит? Нет, прямо лежат у нас свалки стихийные. Причем образуются свалки. Спилены ветки деревьев. Тут же кидают люди пакеты. То есть, ну, отношение людей, конечно, такое. Но не вывоз мусора тоже с этим обратилось бы. Я думал над этим, но, честно, не знаю. Качество жизни, качество продуктов, цены на бензин, что все растет. Зарплата стоит на месте. Коммунальные услуги растут, все растет просто. Видите, возраст мой. Пенсионная реформа – это самое главное, по-моему. Очень много у нас пожилых людей, которые живут на 200 рублей в день. Это немыслимо. Поэтому насчет пенсионной реформы, конечно, я бы задала вопрос. Как бы ее реформировать так, чтобы у нас пенсионеры могли себе позволить и лекарства, и книги, и какое-то, знаете, развлечение, и внукам подарок сделать. Поэтому хотелось бы вот конкретно спросить про это. Кардиологических больных пожилых везут не в кардиологические центры. Вот после инфаркта, например, у меня мама. У нее было нарушение ритма серьезное. И у нас в скорой везут не в кардиологию, а везут в терапию. Места там не было, ремонта никакого. Больные лежат переполненные коридоры. Это ужасно. Я бы ему ничего не задавал. И жизнь хороша. И жизнь хорошо. А хорошо жить еще лучше. Что толку ему задавать? Нас это не коснется нисколько. Итак, прямая линия уже в четверг, ну а мы продолжаем выпуск. В Омске завелись цветочные жулики. Они воруют шафраны и петуни прямо с клумб. Поредевшие цветники теперь есть в каждом округе. Пропажу растений заметили агрономы. Они пригласили антенну 7 в сквер 6-го микрорайона на левом берегу. Репортаж Ксении Бессараб. Декоративной капустой Марина Богатко заполняет цветник. Омские клумбы женщина украшает без малого 11 лет. Работа нелегкая. Все время трудишься в наклон. Оттого и горько видеть, как недавно посаженные цветы кто-то выдернул. Даже желание пропадает что-то делать. Потому что это уже, ну вроде бы стараешься, садишь, приезжаешь и смотришь, что это уже все. Желание пропадает работать. Просто опускаются руки. Просто думаешь, до города стараешься, и в то же время жители так поступают. Это некрасиво. Некрасивые поступки лишают красоты городские клумбы. Перед высадкой цветов дизайнеры и агрономы продумывают композицию. Везде свой рисунок. А некоторые растения высаживают для аромата. По словам Галины Цыгановой, цветники начинают редеть сразу, как в них распределят рассаду. Мы на этой неделе провели ревизию. И, к сожалению, факты везде. И в 10 микрорайоне. Высадили клумбу в понедельник. Во вторник уже не досчитались. Мы на дублёре Лукашевича. Такой красивый сквер. В начале июня провели КТОС и администрация округа. Праздник. Добрые соседи. Мы подготовили площадку. Там такие красивые цветники. Девять вазонов высадили. Но, к сожалению, если сейчас поедем, ни на одном вазоне, ни одного цветка нет. Этот вазон, говорит Галина, рабочие заполняли до краёв. Цветки остались только в середине. Местная жительница Валентина рассказала, как однажды с балкона отругала женщину 40 лет за то, что та выкапывала растения. А пока спустилась на улицу, воровки и след простыл. У нас с собаками люди гуляют. Лапы большие после дождя. Они прямо ходят и вот цветы валяются. Я закапывала там, ходила, но хозяев уже не видела. Это просто бессовестность. Какое-то отношение варварское. А цветы продолжают высаживать. До конца июня в Омске должны зацвести все клумбы, что находятся в ведении управления дорожного хозяйства и благоустройства. Для этого потребовалось больше миллиона проростков. Как пояснил заместитель директора Михаил Киреев, вырастить их не так легко. У нас очень много проблем, когда мы часть выращиваем сами, часть закупаем, рассады. Но это живые растения. Бывает такое, что что-то у нас погибает. В этом году прецедент был. У нас по четырем лотам. Поставщик был из Екатеринбурга. У него по дороге под Тюмень перевернулась фура. Практически 90 тысяч цветов погибло. Пришлось выкручиваться. Но, как выяснилось, труд ценят не все амичи. Специалисты считают, что кому-то приятнее видеть эти цветы у себя на подоконнике или на даче. Проще выдрать из клумбы, чем растить самому. Например, чтобы проросли семена декоративной капусты и образовалось соцветие, должно пройти 60 дней. Лысеют клумбы вот так, клочками. Кто-то выкапывает цветы в надежде, что другие не заметят пропажи. Но здесь, на этом цветнике, не обратить внимания на голые лунки просто невозможно. Даже прослеживается шахматный порядок. Ксения Бессарапа, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Героический поступок сегодня совершили 14-летний кадет и его друзья в Лузино. Там, на котловане, они спасли 8-летнего мальчика. Тот оступился и буквально ушел под воду. Одно оказалось илистым. Неподалеку удила рыбу компания ребят постарше. Один из них, 14-летний Иван, увидел, что ребенок начал тонуть, а через мгновение полностью ушел под воду и бросился его спасать. Но у подростка не хватило сил достать его из воды. И вот в это время на помощь подоспел кадет Степан Еременко. Он начал нырять и искать на дне тонущего мальчика. Я нырнул и начал его искать. Потом я его нашел, сюда ближе подошел, мне помогли друзья. И мы положили его вот на это место. Ну, он такой у нас мальчик, что ничего не боится. Везде, везде. Всем поможет. Степан учится в кадетской школе номер 9 Омска. И ему есть с кого брать пример. Отец, 16 лет, работал в пожарной охране. И леденящие душу кадры обсуждают в социальных сетях двое детей. Восьми и десяти лет цепляются за карниз в многоэтажке. Как поясняет в МЧС, пожар произошел в квартире на восьмом этаже дома на Московке-2. По предварительным данным, там загорелись вещи, а дети испугались огня. Открыли окно и таким образом ждали пожарных. Те взломали затем двери и спасли юных жильцов. Огонь тушили 5 машин и 20 спасателей. Ну а о чем еще говорят в соцсетях? Сегодня там дежурит Денис Ионос. Чистым воздухом сегодня делятся подписчики группы ЧП Омск. Да здравствует чистый воздух! Омск нефтяники. Так автор и подписал целую серию снимков. Сделаны они, скорее всего, на одном из промышленных предприятий. На них труба, из которой вырывается внушительное пламя и густой черный дым. Кто-то назвал этот пост бессмысленнейшим. Мол, нечему удивляться. А другие комментаторы объяснили, что такое сжигание газа – необходимый процесс. Вот не понимаю, когда люди фоткают промышленные предприятия и жалуются на выбросы. А чего вы от них ждете? За похоромашек? Нефты – это огромная промзона. Там всегда так было и будет. Пост с хэштегом «Жалоба55» собрал немало комментариев в аварийном Омске. На фото вновь мусор. Вот и до нас добралась мусорная реформа. Микрорайон Амур-2. С субботы не вывозят мусор на центральной улице. В 15 метрах садик – детская площадка, сообщает автор поста. Комментаторы не сдерживают эмоций и печатают целый запас бранных слов. Тот же, кто по сдержанней, вопрошает. А не пробовали подать жалобу, а не просто плакаться в инете? В Старом Кировске продают пельмени с истекшим сроком годности. Причем не скрывают этого и даже дают вот такую рекламу. Пельмешки пусть и с истекшим сроком отдают с хорошей скидкой – 11 рублей за килограмм. Объявление висит на одном из постановочных павильонов в Старом Кировске. Амичи комментировать этот пост не посчитали нужным, зато активно лайкали его и делали репосты. Будем надеяться, что просроченный товар амичи покупать не будут, а подумают о здоровье кишечника. Продолжаем разбирать посты амичей. Еще из новостей дня. В Омском госуниверситете сегодня провалилась попытка выбрать нового ректора. На пост претендовали завкафедрой управления бизнесом и экономической безопасности Роман Смелик и завкафедрой государственного и муниципального права Юрфака УМГУ Александр Костюков. Так вот, ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, а большинство делегатов проголосовали против всех. Срок полномочий действующего ректора Алексея Якуба истекает 29 июля. И за это время Миноборнауки России предстоит назначить в Рио ректора. Сегодня мэр Омска Оксана Фадина отчиталась перед депутатами и общественниками о работе администрации в 2018 году. Градоначальница рассказала о капитальном ремонте, очередности в детские сады, транспортной реформе и ремонте городских магистралей. Сделать Омск комфортным для жителей и привлекательным для инвесторов такую цель поставила для себя Оксана Фадина еще в начале работы. Сегодня развитию города мешает около десятка проблем. Так, размер муниципального долга в 2017 году составлял почти 6 миллиардов рублей. В 2018 его удалось сократить на 66 миллионов. Более того, впервые за последние 7 лет бюджет города был исполнен с профицитом на 62 миллиона рублей. Еще одной головной болью мэрии градоначальница обозначила пассажирский транспорт. В 2018 при поддержке регионального правительства удалось обновить подвижный состав на 50% и увеличить пассажиропоток. В конце года у нас по городу разъезжало 220 единиц подвижного состава, разные вместимости разного класса, но тем не менее все это новенькие, современные, очень комфортабельные, экологические транспортные средства. Более того, изменился процент износа. Если раньше автобусный парк был более 90% износа, то благодаря таким инвестиционным вливаниям сегодня это чуть более 50%. Перестали работать в убыток муниципальные предприятия. В 2018 году они впервые за последние 5 лет принесли немного миллионные убытки, а доходы в размере 32 миллионов рублей. Это неудача, это очень четкий спланированный менеджмент, это планы мероприятий, это конкретные программные действия. С одной стороны, они были направлены на оптимизацию затрат, с другой стороны, это абсолютно качественно, просто новые подходы. Градоначальница обозначила первоочередные задачи. Нужно ремонтировать дороги, многоэтажки, расстелять аварийные дома. В этом помогают федеральные нацпроекты. Еще одна проблема – очередь в ясли и детские сады. Чтобы поправить ситуацию, в Омске уже в этом году появятся 4 детсада на 538 мест, а в ближайшие годы еще 7 дошкольных и 3 общеобразовательных учреждения. Любовь Федорова, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Выступление мэра депутаты городского совета слушали больше часа, после чего они высказали свое мнение о работе городской администрации. Председатель городского совета Владимир Корбут оценил работу мэрии в 2018 году на твердую четверку. Он отметил, что коммуникации между мэрией и горсоветом налажены. Ждем именно улучшения качества работы в городе и не снижения темпов, скажем так, интеграции и малого бизнеса, и создания комфортной инвестиционной среды для предпринимателей. Поэтому сейчас уже нельзя говорить о том, что мы падаем в пропасть. Наверное, мы остановились на нижнем рубеже и пора идти вверх. Считаю, что у нас очень положительная тенденция в городе Омске, очень качественно выстроены взаимоотношения между администрацией города Омска и правительством Омской области. Мы видим это, в принципе, на результатах финансирования у нас достаточное в городе Омске. У нас бюджет мало того, что он сбалансированный, он у нас появился профицитный в этом году. В Омске начали убирать прибордюрную грязь и пыль, заметил Юрий Федотов и напомнил о проблемах с парковками и изношенными лифтами. У нас более трех тысяч лифтов отработали 25-летний срок, и они по регламенту там уже Новосоюза подлежали замене до февраля 2020 года. Сейчас есть решение о продлении этого срока еще на пять лет, но это не обновляет лифтовое оборудование, не делает его новым. После выступления мэра депутаты рассмотрели еще более 20 вопросов, в том числе проголосовали за изменение порядка присвоения звания почетный гражданин. Теперь его будут присваивать двум мячам, раньше звание получал один человек в год. Почетные граждане попросили выдавать им нагрудные значки, депутаты поддержали эту инициативу. Любовь Федорова, Андрей Кузьмин, Антенна 7. И вот теперь о спорте. Омский кикбоксер Игорь Брагин выиграл две золотые медали на Кубке мира в Италии. Спортсмен победил в категории Point Fighting. В этом разделе высоко ценится техническое мастерство спортсменов. Если в жестких разделах кикбоксинга К1 и Фулл Контакте поединок можно выиграть на характере или нокаутом, то в Point Fighting победитель определяется по набранным баллам и оцениваются только точные и техничные действия. Игорь Брагин отличился сразу в двух весовых категориях. По словам спортсмена, важную роль в подготовке сыграли упорные тренировки. А Игорь Брагин готовился к соревнованию в спортивном комплексе «Авангард» под руководством известного омского тренера Виктора Зимовцева. Хорошие результаты в первенстве области по пулевой стрельбе. 92 спортсмена соревновались в нескольких видах программы. Самый острый спор разгорелся в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени. Слово Владимиру Истомину. Сконцентрироваться на мишени, задержать дыхание и не думать ни о чем лишним. Этих правил серебряный призер первенства мира Яна Идензон придерживается всегда. Дальше дело техники. Скидка оружия отрабатывается на тренировках. Глаз человеку устроен так, что может фокусироваться только на одном объекте. Ян сосредотачивается на дальнем, на черной точке движущейся мишени. Подводит мушку, стреляет. Упорные тренировки принесли результат. Ян уверенно победил в классическом упражнении в стрельбе по мишени, движущейся с медленной скоростью 5 секунд. Медленный бег очень хорошо получается. Именно МК. То есть там все получается отработать, проверить себя, а также проверить технику. Еще одно ценное качество Яна отметила тренер Юлия Палкина. Спортсмен умеет собираться и прибавлять в важных соревнованиях. В этот раз Ян действовал по восходящей, отточил технику в первом задании и блеснул в другом и более сложном упражнении. Стрельбе по мишени, движущейся с быстрой скоростью 2 секунды. В быстром беге нужно отрабатывать технику, потому что там скорость реакции глаза иногда не поспевает за тем, что может уехать мишень просто. А поэтому все делается на мышечной памяти и технике. Второй герой турнира Федор Лепешкин. 16-летний спортсмен, самый юный в группе молодых талантов, стремительно прибавляет в мастерстве. По мнению спортсмена, секрет прост. Желание достигнуть высоких результатов, упорная работа, умение анализировать, совершенствовать нюансы. И появляется уверенность, а за ней результат. В нынешнем соревновании Федор стрелял собрано, уверенно выиграл золотую медаль в командных соревнованиях. Все решил один балл. Продолжаю много тренироваться, много новых упражнений для себя. Узнаю спасибо за это моему тренеру, Палкина Юль Николаевне. Ну и это принесло мне уверенность в соревнованиях и в будущих соревнованиях. Вот, наверное, этим я и отработал свое очко. В споре девушек отличилась Николь Слотина. Спортсменка начала заниматься пулевой стрельбой и раньше своих сверстниц. Опыт начал приносить свои плоды. Николь призер первенства Европы и продолжает повышать свои результаты. Начало что-то у меня получаться, только когда я начала действительно понимать, что я могу это сделать. Когда и родители в тебя верят, и тренер в тебя верят, тогда ты уже сама начинаешь в себя верить, что действительно это получается. И тогда и приходят результаты и победы. Хорошие результаты дают оптимизм перед международными стартами. Итоги соревнования подвела главный тренер областной команды Юлия Палкина. У ребят результаты подросли довольно сильно за последний год. Хотя им почему-то все время кажется, что они-то вот, ну не так стреляют и не то у них получается. Я очень верю в своих спортсменов. Я уверена в том, что их ждут медали, их ждут чемпионские звания и все самое хорошее в жизни. Впереди у омских стрелков международное соревнование. Наши спортсмены выступят на чемпионате и первенстве Европы, которое пройдет с 8 по 15 июля в Венгрии. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7. И, внимание, требуется помощь. В Омске уже пятый день ищут ушедшую из дома в тапочках и халате женщину. Вот ее фото. 14 июня 47-летняя жительница Омска вышла из дома и до сих пор не вернулась. Это произошло на Старой Московке. Александру Борисовну Донец ищут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Приметы женщины. Рост в 164 сантиметрах, удачевого телосложения, сероглубые глаза. Родственники сообщили нам, у Александра искривлен позвоночник, ниже лопаток виднеется горб. Из дома вышла в синих тапочках и в халате, вот как на фото. Всех, кто видел или знает о нахождении пропавшей, просят сообщать по телефону 8 800 754 52 или 112. Вот таковы сегодня новости. До встречи. Вы когда-нибудь ходили по аптекам для удовольствия? Правильно, это лишено смысла. Нас интересует только наличие и цена необходимого средства. Так работает приложение «Аптека.ру». Здесь можно выбрать препарат по действующему веществу. Это значит, что вы всегда сможете видеть аналогичные лекарства и цену на них. Сравнивайте цену. Выбирайте подходящую. Как? Аптека.ру. Это не лишено смысла. Вы не согласны с расчетами вашей пенсии? Вам не засчитан период учебы, декретного отпуска или службы в армии? Получите консультацию у профессиональных юристов Центра Сиберия. Предварительная запись по телефону 33 99 44. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...